Здравствуйте, меня зовут Вайраги. Несколько дней назад на ютубе был задан очередной вопрос. Я вам его зачитаю и впоследствии дам свои комментарии. Этот вопрос я разделю на два ролика. В каждом из них я расскажу о тех аспектах, на которые бы я хотел обратить ваше внимание. Итак, зачитаю вопрос и дам ответ. Здравствуйте, Вайраги, Дэвид Айк. И не только, он утверждает, что очень много людей, так сказать, просыпаются, то есть освобождаются от этой энергетической тюрьмы. Это связано с изменением вибраций в мире, что скоро весь мир изменится. Скажите, пожалуйста, так ли это? Если так, то кто или что меняет эти вибрации? Невидимая темная энергетическая сеть сущностей создала на нашей планете сеть реальных семей, состоящих из людей, которые через пирамидную систему управляют всем человечеством. Банковская система, СМИ, политика, корпорации, наука и религия. И да, люди начинают просыпаться, они начинают все это видеть, но при этом они продолжают верить в какую-то определенную религию, которая также является частью заговора. Мы сегодня рассмотрим только лишь первую часть этого вопроса, а непосредственно о пробуждении людей и о так называемом освобождении людей от энергетической тюрьмы. Мы рассмотрим этот вариант, так ли это на самом деле, что такое энергетическая тюрьма и так далее. Итак, в своих лекциях Дэвид Айк утверждает о том, что нашей планетой, некоторыми государствами, правят некие сущности, известные как рептилоиды. Также он рассказывает очень часто о том, что правят какие-то масонские ложи, ординарозенкрейцеров и так далее. Естественно, в этом есть смысл. В этом есть смысл же хотя бы потому, что на тех же самых купюрах Соединённых Штатов Америки изображены символы ритуальной магии. То есть во власти или же в правлении Соединённых Штатов Америки присутствует так называемая ритуальная магия. И возвратимся ещё раз к рептилоидам. Итак, что же такое рептилоиды? Были ли в моей практике встречи с подобными существами? Скажу, сразу же были. В одном из случаев я встречался с человеком. Он являлся руководителем очень большой религиозной организации, связанной с традицией индуизма. Так вот, невзирая на то, что его признавали великим гуру, великим учителем, его признавали учителя из Индии, так или иначе его тонкое тело, его духовная сущность выглядела в виде большого чёрного змея. И те знания, которые давал он как свои наставления, как свои рекомендации, они являлись в большей степени пагубными, нежели дающими какое-то благо или же несущими помощь. То есть, наблюдая за этим человеком, его тело было весьма внушительных размеров. Я сначала опишу, а потом дам свои комментарии ещё раз. Итак, его тело выглядело подобно змею, который в длину, наверное, около 15-20 метров. И в окружности само тело змея было в диаметре, наверное, 3-4 метра. То есть, это очень-очень большая сущность. И когда я на него смотрел, энергетика была очень тёмная, очень грязная и чёрная. Но в то же самое время это было очень волевое существо, очень целеустремлённое. Оно было определённо в своих взглядах, в своих стремлениях и так далее. То есть, невзирая на то, что и поведение, и поступки этого человека были весьма неполезными ни для общества, ни для людей, так или иначе нужно отдать должное. Это был очень волевой и целеустремлённый человек. Таких людей очень мало. Есть очень много добрых людей, но у которых совершенно нет цели в жизни, которые живут не для чего. Они просто живут, потому что можно жить, или потому что никто не мешает жить. И теперь мы рассмотрим интересный вопрос, о котором Дэвид Айк не говорит в своих лекциях. Это духовное состояние человека в том виде, в котором мы можем его видеть в тонком теле. Почему человек внешне проявляется как человеческое существо с двумя руками, с двумя ногами, но в тонком мире он выглядит подобно змею? Почему кто-то так же выглядит внешне как человек, но в духовном мире от него исходят сияния, какие-то радуги, возле него стоят какие-то ангельские существа или же над ним парят иконы? Почему так происходит? Кто-то, совершая благие поступки, выглядит как ангел, кто-то как полудемоническая сущность. На самом деле тонкое тело реагирует на наши поступки, на то, что мы думаем, то, что говорим и то, что делаем. И в результате этого мы проявляемся в той форме, которая соответствует нашему поведению в жизни. Почему змей? Змей, согласно традиции индуизма, это существо, которое является представителями так называемой наголоки. Наголока — это один из низших миров, в которых полностью отсутствует религиозная традиция, но очень сильно развиты магические искусства. Эти существа могут путешествовать с помощью магических искусств сквозь миры, сквозь вселенные. Они могут посещать и святые небеса, и опускаться воды. Типичные представители наголоки описаны в священных писаниях, в Пуранах. Есть известное священное существо — это господь Шеша. Этот господь является ваханой, то есть ездовым животным Господа Нараяны. Нараяна изображается спящим на вселенских водах, лёжа на змеи Шеша. И другим, к примеру, негативным представителем наголоки на земле является демон Калия, к примеру, которого Господь Кришна во время своего прихода на землю едва не убил. Подобных примеров очень много. Но что касается управления рептилоидами нашей планеты, я не могу подтвердить это. Я не видел в большом количестве подобных существ. Если под словом «рептилоиды» Дэвид Айк подразумевает какие-то демонические сущности, сущности, которые приходят с нечистыми помыслами на землю, рождаются в телах людей. И ты лишишься жизни ради того, чтобы она попала в рай, да? Хорошо. Сделано. Пора в путь, Джон. Пора в путь, Джон. Пора в путь, Джон. Это жертва. А известно, что даже в прошлой эпохе демоны часто рождались на нашей планете. В этом случае можно сказать, что он прав. То есть всё-таки очень важно определять конкретно ваше воззрение, чего в лекциях Дэвида Айка практически нет. То есть даётся поток информации, который, по сути, не синтезирован. То есть его утверждения можно назвать отчасти правильными. И относительно энергетической зависимости такая зависимость в действительности существует. Существуют десятки, сотни организаций, которые, навязывая нам свои взгляды, они вынуждают тратить и свою энергию, и свои силы, внутренние силы, свою энергию на развитие этих существ. Может быть, как-нибудь впоследствии я расскажу, как это работает. Но на сегодня, я думаю, для этого ролика, уверен, достаточно он. Продолжение следует...